Мраморная крошка, цветы и молодые кустарники. Это не просто клумба, а настоящий оазис в старых химках по улице Спартаковской. Каждый день жители облагораживают территорию и высаживают растения. Они самостоятельно разработали проект озеленения. Планы грандиозные, но выполнимые, так считают сами жильцы. Ну а чтобы возле дома стало еще красивее, жители обратились к специалистам на выездную администрацию. Обратиться к профильным ведомствам и депутатам любой житель химок. Выездные администрации проходят каждый четверг в разных районах городского округа. На этой неделе встречу провели в Сходне. Около 80 химчан пришли в 21 лицей со своими вопросами и предложениями. Большинство обращений затронули тему ЖКХ, использования земельных участков и благоустройства общественных пространств. Этот формат уже зарекомендовался с положительной стороны. Житель может обратиться к любому должностному лицу, к любому выборному лицу. Жители принимают обращения, фиксируют его в карточке приема жителя. И в течение необходимого срока, это предусмотрено федеральным законодательством, ему дают ответ. Не каждый может куда-то выехать, записываться или еще что-то. А тут я пришла, вот я пришла 20 минут назад, можно сказать, я уже все вопросы сверечила. Анна Дмитренко живет в Сходне, на улице Фрунзе. К специалистам на выездную администрацию уже обращалась. В этот раз пришла с двумя вопросами. В результате ремонта коммуникаций у них повредилась народная тропа. Жители просят восстановить дорожку, а также благоустроить подъезды в многоквартирном доме. Нам пообещали, что народная тропа будет восстановлена. И второй вопрос, это естественно дом, содержание дома. Были у Юркова на приеме, у замы Волошина. Но он тоже пообещал, что с понедельника начнутся работы по ремонту наших подъездов. Не все вопросы решаются мгновенно. Иногда требуется время. Виталий Жалинский приехал из деревни Мышецкое. Его интересуют земельные вопросы. Он обратился за консультацией к профильным ведомствам. Специалисты приняли заявку для изучения ситуации. Внимательно отнеслись. Мы договорились, через некоторое время снова встретиться. Неделю-через две я к ней приду на прием, и мы будем смотреть дальше. За время работы выездных администраций профильные службы взяли в работу более 1700 заявок. Следующая встреча населения и власти состоится 15 августа в Старых Химках. Напомним, чтобы оформить обращение, необходимо взять с собой паспорт. Юлиана Мазырина, Вильфрид Зимковский. Новости Химки ТВ.